Сегодня в свете есть шмот показчиков в стану развития предпринимательства, но и самая престижная рейтинговая оценка со светлого банка «Дуинг Бизнес». В этом году Беларусь заняла 37 место в 189 странах. В 2010-м, до речи, мы были на 58 позиции. Приобщение индексу лёгкости ведения бизнесу факт приемный, а не подстава для сопокаяния. Тем больше, что количество индивидуальных предпринимательников на огонь не сокращается. Когда в 2010-м их было мать 30 тысяч, то летость засталось и крыху больше 26. Особливо значное значение означается на протягу двух опочных годов. Причины разные от необходности сертификации товаров до высоких ставок арендной платы, что особливо актуально для предпринимательства у ганлюм. Когда у ганлюевых центров что-месячный кост аренды одного квадратного метра выкается у межих 40-60 евро, а у некоторых в выпадках, достигая и 100 евро, заплатить такие сродки сдольные далёко не усе. При тем, что 90% предпринимательников гомщины ожитивляют свою деятельность минавито на арендованных площах. Великие надеи на стабилизацию ситуации сегодня ускладаются на Веросневский указ президента, який подувлеживает значные льготы для предпринимательников. Сгодно с этим документом не только спрашивается сама процедура регистрации. Некоторые виды деятельности теперь у Воголя можно ожитивлять только оплативший разовый сбор для часа гэта у приватности рамесников и сферы бытового обслугования. Также вы можете осуществлять торговую деятельность, и, как отмечают, что те, кто испытал себя в области торговли, то тот может реализоваться в любом направлении осуществления вида предпринимательской деятельности. То есть для начинающих можно посоветовать начинать себя в области торговли. Под час работы наукового кафе огучивается статистика. Гандель и рамонт авто сегодня на гомешне самые распрощадженные виды предпринимательской деятельности. На другом месте с вельми великим адривом – промысловая сфера. Хоть проблемы связаны не только с видом занятков, в адвокатских конторах, специалисты, яких вращаются конфликты, сярод представленников приватного бизнеса, означают низкую правовую культуру, достатково значной часткой предпринимательников. Статуты и договоры просто копируются за интернету, а партнеры выбираются совсем не по профессиональных якостях. Как выник корпоративные спрежки за ликвидацией предпринимательства у бизнеса, а сяроди возникают постоянно. Собираются, создают фирму, а потом по прошествии некоторого времени начинаются вопросы между ними, в чем-то не сходятся в каких-то правилах ведения бизнеса или в принципах, и начинаются споры, куда направлять прибыль, либо распределять между участниками, либо направлять на развитие фирмы. Ну и многие вопросы. Как правило, корпоративные споры, их можно сравнить с разводом супругов. Проблема утягивания процедурного населения в экономичную деятельность региона – задача, актуальная перш за счет для самого населения. Разум с ним, значная часть, скажи, хоров, открывать свой бизнес, по коль не погоджается. Уречься для этого необходимая не только державная потребность, а и ответственная риса характеру. Могчимость свободно ориентоваться в экономичных процессах и при необходимости рисковать. Олег Синчаров, Валерий Габанько, Телерадо, компания «Комель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова